Добрый день, друзья! Судим все Ефремова. Ну, действительно, дрянь человеку. Сел пьяным за руль, попал в аварию, убил другого человека. Действительно, за это нужно было полиции сразу арестовать этого известного артиста. Отправить его в следственный изолятор, судить, посадить лет на 10. Это убийство было, да, может быть, это убийство по неосторожности, но взрослый человек должен осознавать свои действия. Пьяным за руль садиться не должен. И если это привело к катастрофическим последствиям с человеческими жертвами, то он виноват. И виноват очень серьезно. Да, посадить лет на 10, может, через 5 лет выйдет при хорошем поведении. Это было бы и для здоровья артисту Ефремову весьма полезно. Но все как-то идет по-другому. Суд почему-то под домашний арест его сажает, что позволяет ему и дальше продолжать свою деструктивную жизнь, не сильно себя ограничивая. Какой-то там браслет на ногу одели, чтобы видеть, не удалился ли он на какое-то расстояние. Да удалиться, и кто ему слово скажет. А, к сожалению, все так. Но это одна только сторона. Нам показывают сквозь замочную скважину. И показывают только этот факт. У нас что, на дорогах мало людей гибнет? У нас пьяных за рулем мало? Сколько у нас чиновников или членов их семей в пьяном виде? Или не в пьяном, наезжал на людей, и человеческие жертвы были? И что, почему не было такого скандала, который разразился сейчас? Уже всю подноготную прямо выворачивают. Ходят по пятам, по стопам Ефремова и смотрят, где он выпивал, с кем он общался, как он ехал, находят даже водителя, которому он помешал, вот в этом пьяном виде, помешал там проехать, и тот обозвал его нехорошими словами на всю страну. Что это делается? Почему создается такая информационная волна? Понятно, что за этим политика. За этим стоит политика, потому что Ефремов блестящим образом осмеял Путина и всю его шайку. И поэтому, да, человек негодный, но тем не менее талант в нем есть. И то, что он в стихотворной форме, не его стихи, но он блестяще это исполнил. И многократно. И над Путиным, над этим ничтожеством, над этим пошляком в политике смеялась вся страна. Кто видел эти ролики, все смеялись. И поэтому развернулся весь этот скандал. И поэтому нам представляют Ефремова, как какое-то исчадие ада. Но таких исчадий у нас сотни тысяч. Только ничего не делается для того, чтобы их не было. Алкоголиков надо было лечить. Закрыли все лечебные учреждения. От алкоголя не лечат, не считают это болезнью. Принудительное лечение не используют. Хотя там уже человек себя не контролирует. Так же, как отец Ефремова, Олег Ефремов, тоже был полным алкоголиком. Но он почему-то именно в таком виде, в пьяном виде, в состоянии полувменяемом, был очень мил. С одной стороны, публике. С другой стороны, театральным и всяким прочим партийным чиновникам. И этот Михаил Ефремов тоже именно в таком виде очень мил. И публика ему аплодирует именно в таком состоянии. Деградированная публика, которая, в общем, должна была в случае, когда она видит пьяного актера, просто всем залом встать и уйти. Но этого не делается. То есть на потребу публики вот такая личность и вырастает. То есть, с одной стороны, Богом в него закладывается талант, а с другой стороны, чиновники и развращенная публика воспитывают именно такую персону, которая способна в совершенно пьяном виде сесть за руль и убить другого человека. Такие персоны воспитываются у нас постоянно в той самой артистической среде. И мы все становимся заложниками информационного потока, в котором этих людей нам представляют как скандалистов, которые совершают супружеские измены, что-то там похищают, попадают в скандальные, постыдные ситуации. И все это заполняет газеты, интернет-издания, телевизионные программы. И мы это обсуждаем, мы обсуждаем не подонков, которые такую систему создали. Это система государственной пропаганды, которая вместо новостей, вместо воспитания и просвещения через средства массовой информации показывает нам вот эту развращенность, вот эту пошлость, скабрезность и всякие мерзости. Это разрешенные юмористические или сатирические якобы передачи, на самом деле. Это полная деградация тех, кто смотрит, и не говоря уже о тех, кто является участниками и таким образом зарабатывает деньги. И чиновничество на этом тоже живет, потому что заполняет ваши мозги вот этой мерзостью. Поэтому давайте смотреть в корень. Алкоголиков не лечит. На дорогах беспредел именно потому, что главными беспредельщиками являются полицаи, которых туда выпустили, и они там беспредельничают. Вместо ареста Ефремова его отправляют под домашний арест. Это беспредел в судах, и приговор ему будет мягче мягкого. В этом сомнений нет, с одной стороны. А с другой стороны будет информационная волна, которая будет дискредитировать позицию противников Путина, и это будет делаться постоянно до тех пор, пока к этой персоне и этой ситуации будет интерес. Наша задача состоит в том, чтобы за поверхностью событий увидеть корни этих событий. А корни этих событий состоят в том, что создана абсолютно неприемлемая система государственной власти, точнее имитации власти. Это не власть, это шайка бандитов, которая пользуется тем, что общество деградировано, фактически общество ликвидировано, общественных структур, не подконтрольных Путину и его группировке, не существует. Мы должны научиться в этом мерзостном состоянии находить своих единомышленников и объединяться в общественные структуры. Если этого нет, все бесполезно. Все эти призывы на какие-то идиотские митинги и шествия, на которые перестали люди ходить и искать там единомышленников, бессмысленно выходят туда люди, которые по-другому не могут. У них нет выхода в интернет, и поэтому, а как им еще выразить свое состояние души? Вот так они выражают. Поэтому бессмыслицей не надо заниматься. Надо перейти, если есть инструмент сети, другого нету просто. Нигде вы ничего не опубликуете. Значит, там надо искать своих единомышленников и объявлять о создании общественных организаций. Только не заниматься глупостью. Если уже есть такая организация, не надо создавать. С таким же названием, с такой же программой. Или выдумывать из головы, просто сел, задумался за пять минут и открыл, как надо объединяться. Надо изучать опыт, надо смотреть, что уже существует, где есть центр притяжения. Если вы этим заниматься не будете, никогда вы эту воровскую власть не сдвинете с места, никогда вы этих пошляков не вышвырните из средств массовой информации и будете жить в этом деградированном обществе, в болоте, в попояс, в навозной жизни. Давайте мы все-таки соберемся. Во-первых, не будем верить ни одному слову так называемых средств массовой информации. Они все стали путинскими, пропутинскими, олигархическими. Они все хотят нанести вам вред. Они хотят разрушить ваше самосознание, сделать вас из русских тоже россиянами или русскоговорящими гражданами России. Какая разница, какого вы рода племени. Но нам должно быть это важно. Слава Руси, Господи, спаси. Россия, русскую власть.